В зоне АТО потери. Один боец погиб, двое ранены. С начала суток украинские позиции подвергались вражеским обстрелам уже 10 раз. Эпицентр противостояния под Донецком. Именно на этом направлении армейцы понесли потери. О ситуации в Авдеевской промзоне наш военкор Ирина Баглай. Вот тут уже точно нормально видно, потому что тут прострелятся. Все проходы от позиции к позиции в Авдеевской промзоне уже несколько дней на прицеле у российских снайперов-наемников. По последним данным, группа снайперов сошла. Она никого не жалеет. Не мешкать. Решний раз без дела не выходить на открытые участки. Для наших бойцов здесь железное правило. Каждый ход, все, надо так отходить. Чего я зря не шел. С пустыми руками никто не ходит. Хотя бы воду за собой взять надо. Валы, укрепления, мосты. Там предположительно и оборудуют себе позиции вражеские снайперы. Блинтаж, он как раз вон, прямо под низом. Ясиноватская развязкая дорога укреп район боевиков, усеянный огневыми точками. Каждый вечер горит, как гирлянда. Оттуда наемники регулярно простреливают позиции украинских военных. Они зарываются под дорожное полотно. Вот. Очень сильно используют земляные валы. Большое количество огневых точек. В темное время суток слышен звук работы техники. С этого утеса 19-летнему Ярославу пришлось давать отпор противнику. Пулемет не подвел. Враг утихомирился. Стену было прилетало. ПКМ. Стрелка отнял автомат. Такого АГС изрядно насыпали. Минут за пять я отработал 200 патронов. Застегнуть наших военных врасплох пытаются боевики неожиданными обстрелами из более крупного калибра. Одиночными минами и днем. Одна из таких упала совсем неподалеку и разворотила вот эти ящики укрепления военных. Причем стреляют боевики из соседних зданий в 100 метрах отсюда. Берут вышибные заряды с ПГ-7, выстрелов, навинчивают через переходник на 82-ю мину и забрасывают. Приход как с миномета, а на самом деле миномета нет. Тяжелая артиллерия противника пока молчит. Но из захваченных Донецка и Ясиноватой пришли тревожные новости. Там на днях были замечены колонны реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артустановок 122-го калибра. Ирина Баглая, Евгений Малярчук. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...